Еще один уволенный звукооператор Вести Москва Михаил Безрукавый. Мы решили с ним поговорить. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, как и когда происходило ваше увольнение? Это произошло 21 числа, в среду. Меня пригласил сначала на разговор мой непосредственный руководитель. Спросил, регистрировался ли я где-то для участия в митинге. Я сказал, что да, я регистрировался, но это не обязательно для участия в митинге. Это было скорее солидарность со всей этой историей, которая произошла с Алексеем Навальным и вообще со всеми людьми, кто столкнулся с несправедливостью за то, что выражал свое мнение. На что он мне сказал, что это не очень допустимо. Вообще этот человек осужден судом. Ну и все в таком духе. Но он пояснил, что ему в общем не важно. Не важно, какие взгляды у его подчиненного. Главное, чтобы это не было открыто, чтобы об этом никто не знал. Но еще более высшему начальству, вот для них это важно. И через 30 минут у меня произошел уже разговор с еще более высшим, высшестоящим начальством. Это, я так понимаю, так как компания большая, я не всю иерархию знаю. Но это были заместители Добродеева, Филина и Поливанчук. Поливанчук курирует наш отдел, я так понимаю, а Филина, как впоследствии я узнал, она вообще заместитель Добродеева первый. В общем, разговор начался с того, как бы, ну, вы же работаете на государственном телеканале. Как можно поддерживать вообще, ну, как бы, нормально себя чувствуете. На что я ответил, что для меня работа на государственном телеканале – это работа, ну, это работа скорее в интересах государства, но не отдельных людей. И для государства наличие оппозиции – это, наоборот, плюс. Вот. Ну, и вот разговор был в таком духе, что все это неправильно, что вы зарегистрировались для участия в незаконных действиях, потому что подразумевалось, что я зарегистрировался и должен был идти на митинг. Я так понимаю, что та база, слитая, фриновальная.кома, видимо, это связано, разговор был связан с этим, с тем, что к ним попали какие-то мои данные. Ну, то есть, как и другие рассказывают, что присылали письма якобы анонимные, что вот ваши сотрудники зарегистрировались на таком-то сайте, да? Ну, мне таких писем не приходило. Это, видимо, к ним каким-то образом информация пришла по линии, а я так понимаю, какого-нибудь нашего, ну, как бы уже не нашего, службы безопасности компании, возможно, они не пояснили ничего. И это происходило все в день митинга, собственно, 21 апреля. Это совпадение такое было? Или они знали уже, что вы собираетесь на него, может, пойти? Или как это все выглядело? Не знаю. Я идти не собирался, потому что, во-первых, это был рабочий день мой. Вот. Я не знаю, возможно, это совпадение какое-то. Может быть, им... Они, ну, мне поясняли, может быть, им вот накануне присылали эту информацию, и они решили со мной поговорить вот в день митинга. Вот. Я знаю, что есть люди, которых на следующий день, с которыми разговаривали. Вот. А много таких людей на ВГТРК вообще, которых уволили? Я знаю о том только о четырех людях. Вот. Но говорят, что их, может быть, больше... Ну, я не знаю точно цифры. Может быть, там около десяти. Понятно из этого разговора вообще откуда шла инициатива? Потому что вы говорите, что с вами говорил заместитель гендиректора ВГТРК Ирина Филина. То есть такое ощущение, что это с самого верху прям происходило? Или нет? Сложно как-то понять, потому что она же мне не говорила напрямую. Она... Был разговор о том, что это госканал, и это неприемлемо. Вы там работаете с первыми лицами. Хотя я не работаю, только вести Москва. Он меньше работает с первыми лицами. Не работал, то есть. Вот. И было... Ну, они не говорили, что... Кто принимал такое решение? Я не знаю. И вообще это было необычно слегка, потому что моя должность, она как бы не очень... А в этой иерархии не очень высокая. И разговор с такими... С таким, так сказать... С сотрудниками, так сказать, высшего порядка был очень своеобразным, конечно. Очень своеобразен. Вот. А вам предложили уволиться по собственному желанию? Или по какой-то статье хотели вас уволить? Как это выглядело? Нет, по статье мне не хотели уволить. Это было предложение написать по собственному желанию. Там в конце разговора у нас был разговор такой продолжительный. Такая вот... Ну, что-то наподобие дискуссии. Я там срезал углы. Вот. И где-то в конце мне сказали, что вы так хорошо рассуждаете. Еще вот, вы историк по образованию. Вам не место в операторском отделе. На что я ответил, да, вы правы. Ну, повышение, видимо, не предложили. Ну, естественно, да. Вот. И мне еще сказали, что если что-то выбирать... Ну, как вот вы, получается, поддерживаете оппозицию и берете деньги у государства, условно говоря. Если уж что-то выбирать, надо идти до конца. И я как раз начал в этот момент писать заявление. Очень правильные слова. Разговор, кстати, с ними мне даже понравился. Это стоило того, чтобы уволиться. А у вас вообще этот вопрос, да, возникал, когда вы работали на ВГТРК? То есть вы непосредственно не принимали участие там в создании сюжета по теме, я имею в виду, да? Но вы же наверняка видели, да, какие сюжеты про оппозицию, про Навального делают ваши коллеги. Что вы про это думали? Ну, так, опять же, я работал в Вести Москва. Тут повестка региональная. Конкретно я не... Такие сюжеты мы не делали. Но, ну, как бы я слышал, что кто-то снимал там какие-то обыски в фонде борьбы с коррупцией еще там, которые были до. Ну, конечно, мне это не очень нравилось. Это такая какая-то внутренняя какая-то такая была у меня такой, как сказать, конфликт такой, что я здесь работаю и с другой стороны вижу, что происходит и как телеканал, к сожалению, это освещает. Это, наверное, такая своеобразная, в общем, метаморфоза. Но мои оппозиционные взгляды усилились во время работы на государственном телевидении как раз. Потому что вот среди тех сюжетов, которые мы делали, которыми я имел отношение, связанных именно с несправедливостью какой-нибудь, вот опять же, какие-то свалка где-нибудь в Подмосковье, строительных каких-нибудь отходов там нелегальная, которая мешает жителям, или какие-нибудь там вот захват управления домами там и в Подмосковье, в Москве такие истории бывают. Обязательно в этой истории где-то есть чиновник местного уровня, ну местного чаще всего, отрешение которого вот эта проблема появляется. И от нее начинают строить люди, не просто какие-то, ну как бы непонятные для меня, а люди, которых я вижу. Вот. И если до работы на государственном телеканале для меня проблема коррупции была такая, чисто такая концепция, ну неосезаемая, что-то в смысле. То здесь я увидел, как это происходит, что люди страдают. И когда я вот видел расследование фонда борьбы с коррупцией, я понимал, что вот здесь сначала, вот там так как все эти истории, которые делал БК, это о чиновниках высшего порядка, вот там эти истории начинаются, а здесь я вижу, как это сказывается. Так как если наверху чиновникам они могут это делать, то, значит, и нижние себе позволяют, ну как бы более низовые, как сказать, местного уровня, они позволяют себе то же самое делать. И от этого уже строят люди, которых я вижу на съемке. Вот. И это с каждым, там, какой-то период времени, толерантность моя к этому совсем исчезла. Тем более, когда я увидел все эти события начала года, конечно. Спасибо. Спасибо вам большое. Михаил Безрука, вы уже бывший звукооператор ВГТРК. Ну а мы, так же, как и Медуза, отправили в холдинг запрос и очень ждем ответа. Ну а полный выпуск программы «Фейк Ньюз» смотрите по ссылке в описании на нашем основном канале. В нем мы рассказываем, как пропагандисты освещали стрельбу в Казани. Подписывайтесь на наш основной канал, распространяйте это видео в своих соцсетях, показывайте родственникам и друзьям. Спасибо.